РАДИО 54 Да, это действительно не олимпийский формат волейбола, ну можно так, с некоторой натяжкой наглостью сказать, что мы его придумали, но действительно мы 25 лет занимаемся развитием этой дисциплины в волейболе, ну и собственно говоря, за рубежом очень мало где играют в такой волейбол и вдруг начали, начали смотреть, играть. Ну вот Япония традиционно сильно смешана волейболом и мы видим, что это не пустые слова, потому что действительно игру японцев все очень высоко оценивают, но как только мы в прошлом году провели не просто турнир, но еще и глобальное медиа сопровождение, то есть это фильмы, которые зашлись по всему миру, вот уже первая ласточка есть, команда Малайзии просто нашла нас на просторах Ютуб, сами, да, и написали, мы увидели ваш турнир, видим, что вы приглашаете команды, пожалуйста, можете нас пригласить, мы говорим, рады, пожалуйста, да, замечательно, приезжайте, там столько радости, столько восторгов, мы едем, команда приехала, играет, и даже в плей-офф попала, вон. Ну не только они дебютанты. В этом году еще Гонконг первый раз. Да, у нас есть Гонконг, который вот сейчас вот уже начнет играть утешительный финал с той же Австралией, вот Австралия, она усилялась, усилялась, но так и не вышла в плей-офф, вот, хотя команда классная, и, ну, попала в группу смерти, скажем так. А что с Киргизией произошло в этом году? Вы знаете, в этом году мы принципиально, наконец-то, для себя очертили рамки, для кого мы проводим этот турнир, с кем мы сотрудничаем по организации, по приглашению на этот турнир. Скажем так, что давайте, это любительские клубы, любительские лиги, любительские ассоциации. Это взаимодействие с официальными федерациями идет только на уровне рекомендаций. Ну, например, если мы решим обратиться в федерацию волейбола какой-либо из стран, скажем, можете ли вы вам порекомендовать какую-то непрофессиональную организацию у вас, с кем мы могли сотрудничать, чтобы, ну, нас не подвели. А, к сожалению, в Кыргызстане так получилось, что все команды формируются федерациями, и когда к нам поступил запрос на то, чтобы мы пустили команду их в суперлиги, он сказал, ребят, ну, формат... Вопрос даже не в честности, либо нечестности. Ну, тогда давайте мы локомотив позовем. Я думаю, что это не нужно, да, но вот пример-то он показательный. Ну, вот, например, Евгений Тандреев вообще ни секунду не любитель, большой член сборных ассоциаций. В прошлом. В прошлом же не бывает. Да-да-да. Евгений, ну, а если возьмем настоящее время, сейчас в Казахстане, вы с кем играете? У нас тут как раз и есть лига, называется она «Бизнес-лига», которая играет вот именно в смешанный волейбол, и это пользуется тоже популярностью. Бизнес-ослово, что там предприятия и организации играют. Да, предприятия и организации играют. Что-то вы поняли. Не все зрители слушали. Работники предприятия, очень интересно рубятся. И так же, вот так, по нарастающей, это мы открыли, ну, год назад, чуть больше. И с каждым, ну, мы так по полсезону делаем по четыре месяца. И в каждом все сильнее и сильнее уровень становится, люди туда вовлекаются, и больше компаний интересуются. И на следующий год, я думаю, ну, следующий розыск будет еще больше. Ну, а ваше мнение, как человек, который играл в профессиональный волейбол и вот сейчас в смешанный, большая ли разница и, скажем, где больше нравится вам лично? В профессиональном или здесь? Да. Ну, это разные вещи, конечно, но я выбрал из себя путь именно любительского, скажем, вот этот, ну, любительский путь, да, и мне это очень нравится, мне нравятся люди, потому что профессионально это, скажем, настоящий персонал, он не эмоционален. Он пришел, сделал, ушел. Здесь, наоборот, больше эмоций, больше игры, да? Больше игры, да. Вот такой, ну, открытый, больше характера, да, там все чуть-чуть по-другому. Опять же, парни, девушки. А вот у вас в бизнес-лиге тоже вы практикуете формат микс? Да, я бы сказал, да. То есть четыре мужчины, да, и две девушки. Это очень подстегивает и тех, и других. В плане, чтобы на фоне девчонок не выглядеть слабыми, или как? Да, ну, да, да. Ну, у нас вот сейчас в сборной Англии девочка, она играет за мальчика, ну, фактически. Ну, при хороших ростовых данных, я смотрю, что она диагонально выходит и играет за мальчика. Я, кстати, не знаю, у нас можно так, то есть минимум четыре, вернее, две девушки в составе, можно три-четыре, хоть все. Пожалуйста. Я не знаю, у вас это не так, наверное? Нет, у нас также на рейтинговых турнирах, когда идет много игр за один день, и это обязательное участие, мы говорим, что не вопрос, если вы хотите, вы увидите три девочки. У нас есть сильная команда, в которой девочки очень сильные, они так, в плане прикола, развлечений, дать отдохнуть мужчинам, выводят. У них наоборот, да, четыре-два наоборот. Да, 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 ну, мы говорим, что до четырех девушек можно ездить на площадку, но такой турнир, как Кубок нации, наши суперфиналы, это все-таки такой чистый, чистый формат, поэтому здесь нет всегда, в любое время времени, четыре мужчины, две женщины на площадке. Финал 18-го числа, и вот тут я особенно хотел бы сказать, мы в Береговой волейбольной лиге всегда говорили, и думаю, будем говорить, что наши соревнования для участников в основном, не для болельщиков, для участников. Если вам хочется посмотреть, поддержать друзей, приходите, всегда рады, но мы делаем все для участников. А вот финалы, такие финалы, как Кубок нации, конечно, без болельщиков, без поддержки любителей волейбола и просто людей, которые хотят посмотреть на красивое зрелище, интересное зрелище, вот, без этого невозможно провести хороший финал, поэтому мы приглашаем всех жителей Новосибирска, Новосибирской области, да, приезжайте, прилетайте к нам из других стран. 18-го числа, с 12 часов у нас начнется бронзовый матч, а потом сразу же золотой. 16.00, торжественная церемония закрытия. 18.00, закрытие церемонии награждения, вход свободный, праздник будет, значит, аквагрим вам нарисуют, там, флаги, там, какие вы хотите. Где? Ну, где хотите нарисуют, да. АСК Север. В Север, ну, что в Севере? Хорошо, да, конечно, ну, где еще в Новосибирске можно провести хороший волейбольный турнир? Конечно, в спорткомплексе Север, вот, на Учительской 61. Но я хочу сказать, что в этом году у нас есть еще одно нововведение. Первые тысячи болельщиков, которые придут к нам на финальный матч, и мы подарим памятные браслеты с символикой Кубка нации. Вот такой это, нет? Вот такой, какой у меня на руке. Класс. Вот такой браслет. Да, сниму, оставлю, жалко мне на одной руке. Евгений, вы привезли с тобой? Ну, у Жени есть, мы можем взять два браслета, да, вам оставить. Мне синенький нравится. Евгений, вы привезли с тобой болельщиков? Ой, мы не привозим болельщиков, но они здесь живут. Да? Да, у нас традиционно достаточно приличная. Больше, чем за Новосибирскую область, наверное, да, приходили? Ну, так не скажу, но достаточно приличные. Флаги всегда присутствовали на финалах, и всегда это есть. Ну, судя по флагам на финалах, у нас и большое количество болельщиков Японии живет в Новосибирске. Нет, действительно, здесь достаточно большая диаспора, ну, казахстанская, да, и здесь много людей живет. Никто из сборных не привез с собой болельщиков, Алексей? Кто приехал? В Великобританию? В Великобританию приехало, три человека там. Три человека, а у, транспарант большой, наверное, в принципе. Нет, у них зато есть барабан, дуделки, у нас, когда играет Великобритания, там все очень весело. Но, опять же, когда мы говорим, это новая страна, приехала к нам впервые, и вот что... В Великобритании, это кто-то очень старый, но приехала к нам впервые. Ну, вот что происходит с Европой, господа, да, в составе сборной 14 человек, которые приехали к нам вместе с болельщиками, только один англичанин. Да, да, потому что там дальше Колумбия, Эквадор, Литва, Франция, Италия. Колпашево. Это люди, которые постоянно живут, работают в Лондоне, играют там в лондонском волейбольном клубе в одном непрофессиональном, в Оникс. Вот, но это не англичане, и когда мы спрашиваем, ребята, а где англичане-то, ну, мы как бы хотели бы видеть, ну, все-таки как-то аборигенов, в хорошем смысле этого слова, да. Нам говорят, вы знаете, англичане в волейбол не играют. Им некогда. Вот они в футбол, не знаю, ничего. А, значит, у них нелюбимый спорт. Ну, ну, действительно, мало англичан именно играет, и мы видим это, что, например, в Австралии очень мало коренных жителей играет. Да, там, австралийцев, может, там много, но не играет волейбол. Но я почему-то думал, что у них очень популярен волейбол. В Англии? Не, в Австралии. В Австралии, да, но только там играют в основном иммигранты, да, вот, и очень много россиян, которые там постоянно живут с русскими корнями, и другие страны играют. Мы это видим по приезду команды из Австралии, вот. Кипр мы обсуждали в этом году, нам просто сказали, ребята, тут играть только русские. Ну, с много волейбола, мы играть все русские. Вот, мы тут живем, и я говорю, ребята, ну, сборную Кипра из русских, ну, как-то я пока себе не вижу на этом турнире, да, в будущем, может быть, тут хотя бы, ну, другие страны. Берите хоть, хотя бы парочку, да, и потренируйте их, да, и привезите. Евгений, а у вас сборная целиком полностью состоит из коренных жителей Казахстана? Да. Да? Кроме меня, я просто родился. Тренер, ну, хорошо, нормально. У нас сборная Великобритании, часто долго собирала документы, потом мы делали визы, благодаря им, все было очень здорово и так далее, но они дальше стали покупать билеты. И не все успели купить их вовремя. И вот, значит, общение в нашем чате. Кто как, кого как встречать, кто летит. И тут друг такой, ах, Тунг, внимание, один из игроков улетел в Тюмень. Мы такие, понятно, а почему у тебя в Тюмень? А билетов в Новосибирск уже не было. Хорошо, а как он из Тюмени-то улетит? Они говорят, а там какой-то маленький там самолет, который вахтовиков везет куда-то там на Буровые, с пролетом через Новосибирск, он высадит его, значит, здесь, значит, в Новосибирске. Это приключение. И мы ждем и волнуемся, ну, высадит, не высадит, не прилетит, но там еще интрига в том, что команда благонациональная, тренер из Колумбии у них. Вот, и мы в чате пишем, значит, убедитесь, что он прилетит, он везет ценный груз. Значит, здесь вот начинается. Какой ценный груз? Городит в Лугусом острове турнир. Помните капитан Врунгеле, его знаменитая регата? Да, да, да. В общем, но, к счастью, все случилось хорошо, и он прилетел. А вот норвежец, который играет за Буртангвен, не долетел, потеряв паспорт по дороге в аэропорт. И когда его нашли, в связи с заявлением, визу аннулировали. Так что так весело. Вы без переключения не можете. Нет, мы не можем.